Радиационные поправки Радиационные поправки И несколько вопросов, связанных с перенормировкой Более детально И мы эти вопросы в следующем семестре рассмотрим на примере уже неабилевой калибровочной теории На сегодня у нас план с вами посчитать поляризационный оператор То есть мы с вами должны будем вычислить вот такую вот диаграмму Отвечающий сюда, допустим, у нас будет Q То есть мы посчитаем вот такую диаграмму Это я сейчас про план пока рассказываю Посчитаем такую диаграмму, не предполагая, что у нас на массовой поверхности То есть вообще говоря, посчитаем такую некую функцию Грина Это одна из трех наиболее важных функций Грина в электродинамике Которая связана с константой перенормировки Z3 То, что вам на лекциях говорили Но для начала решим две такие простенькие технические задачи Они интересные и сами по себе Ну это скорее не темат-анализ такой будет Первая задача Давайте назовем ее так Алгебра знаменателей Здесь мы сейчас вспомним, что такое альфа-представление В этом начале семестра с вами уже проходили И выведем параметризацию Феймана Это та техника, которая используется при анализе петлевых интегралов В частности, в однопетлевом вычислении она нам понадобится Для начала давайте альфа-представление вспомним, что такое Альфа-представление Допустим, у нас есть некий знаменатель А такой, что реальная часть А больше 0 для определенности И этот знаменатель у нас в степени ν находится И по какой-то причине нам хочется поднять этот А в экспонент Например, если А это какое-то квадратичное по импульсам выражение То подняв его в экспоненту и в дальнейшем вычисляя гауссовые интегралы Мы можем проинтегрировать этот знаменатель Например, с такой целью Мы с вами уже вводили такую простую формулу Что этот знаменатель можно представить как единица на гомофункции Здесь интеграл от нуля до бесконечности Д альфа Е в степени минус альфа А Как раз реальная часть больше нуля Чтобы здесь с исходимостью все было хорошо И нужно вомножить на альфа в какой степени Чтобы получилось А в степени ν В знаменатель ν минус 1, да? ν минус 1 А вот важно, чтобы реальная часть 7 была Ну вот для такого представления важно, да То есть в такого представления это важно Потому что интеграл должен сходиться Это у нас была с вами такая формула Ну вот она нам сейчас и понадобится Давайте для некой общности приведем аналогичную формулу Несколько в другом виде Вот допустим у меня есть Опять же некий знаменатель Я его так обозначу А плюс и епсилон А плюс и епсилон Где епсилон это число больше нуля И это в степени ν Вот такой объект рассмотрим Так чаще всего и бывает у нас А это знаменатель какого-нибудь пропагатора Вот в пропагаторе всегда стоит плюс и епсилон Минус и епсилон Это не важно здесь Плюс и епсилон или минус епсилон Здесь это не принципиально Тогда можно написать аналогичную вот этой формулу В следующем виде Это будет гамма от ню точно так же Здесь интеграл от нуля до бесконечности Е в степени и альфа А здесь будет стоять а плюс и епсилон А плюс и епсилон То есть вот эта добавка плюс и епсилон Она вам снова обеспечила сходимость Правильно? Минус на минус И на и дает минус По альфа и на бесконечности У вас проблем никаких за счет этой добавки нет Стоит альфа в степени опять ню минус 1 Д альфа Д альфа Д альфа Ну и за счет того, что у вас теперь здесь и стоит За счетом будет стоять и в степени минус ню Минус ню То есть вот такая форму Здесь уже относительно а Вы можете ничего не предполагать Потому что здесь перед а стоит осциллирующая часть А здесь вот у вас сходимость обеспечивается вот этой малой добавкой Плюс и епсилон То есть это некое такое Можно считать оболчение у этой формулы Давайте теперь вернемся к первой формуле И попробуем использовать ее для упрощения вот такого знаменателя Более сложного В петлевых вычислениях у вас от пропагаторов идут разные знаменатели Они обычно квадратичны по импульсам Хотя это не принципиально, что они квадратичны Вот у нас есть, скажем, знаменатель А1 в степени альфа 1 Альфа 1 вовсе не обязательно целая А2 в степени альфа 2 и так далее А1 в степени альфа 1 То есть целая куча таких знаменателей Вот давайте их упростим С помощью этой формулы Давайте, не знаю, дорогие, давайте вы Давайте здесь, ну, для того, чтобы упростить себе эту задачу Давайте будем считать, что у нас реальные части всех АИДы Больше нуля, чтобы мы могли вот этим пользоваться Где? Здесь? Ну, конечно, да Если-то не принципиально же То есть ню, а реальная часть ню А, реальная часть ню Реальная часть ню Нет, реальная часть ню у вас все-таки должна быть Какая она должна быть? Она должна быть больше нуля, чтобы у вас в нуле интеграл сходился То есть для сходимости в нуле Но если меньше нуля, то это у вас числитель реально, а не знаменатель То есть это надо сначала этот числитель как-то развивать, упрощать и так далее Поэтому надо все-таки считать, что знаменатель это то, что у кого ню с реальной частью больше нуля Давайте напишем вот эту формулу n раз Введя разные параметры альфа То есть здесь будет альфа-1 Ну, здесь целое произведение будет, правильно? От каждого знаменателя Ну, не знаю, можете в знаменателе просто написать произведение Через нюготочие Да, и возникает много таких интегралов По d альфа-1 и так далее, d альфа-n Давайте их сразу все А, ну вы хотите написать Ну ладно Альфа-1 Здесь Смотрите, у вас много альфа-1 здесь У вас много таких интегралов Давайте интегралы сначала все напишем А все, что под интегралами, потом нарисуем То есть у нас получается такой n-кратный интеграл, да? И так далее d альфа-n Ага, от нуля до бесконечности все Все экспоненты у нас собираются в одну экспоненту Правильно? Альфа-1а-1 Вот здесь вот, знаете, не очень удачно Вот есть показатели за альфа и здесь переменные за альфа Либо переменные поменяем, либо показатели на ню давайте заменим Давайте ню-1 Давайте, вот показатель здесь будет ню-1, ню-2 и ню-1 Да, тогда чтобы альфа не перепуталась с переменной интегрирования Все-таки это называют альфа-представление Ага, да, то есть будет альфа-1 Нет, у вас в экспоненте еще там много чего будет, да? Да, минус альфа-n, а-n, да И от вот этих еще, да, товарищей У меня 1 минус 1, и это альфа-1 у вас, да, переменная Так далее Ага Да, вот так вот Вот так вот А теперь, чтобы это чуть-чуть дальше упростить Давайте таким трюком воспользуемся Вот, напишем здесь единицу Единицу Как мы ее напишем? Напишем ее как интеграл от нуля до бесконечности По д альфа напишу От дельта функции А в дельта функции напишу Альфа-минус сумма всех Сумма всех альф-итых От единицы до m Мог бы, кстати, не от единицы до n Мог бы брать от единицы до m Получилась бы немножко другая формула параметризации Феймана То есть здесь не принципиально, что здесь n стоит Можно было по меньшему числу переменных взять Вот, это единица, правильно? Потому что эти штуки положительные Мы в положительном интервале это интегрируем, да? Вот, то есть мы ставили такую единицу А теперь можем сделать следующее Теперь можем поменять порядок интегрирования То есть этот интеграл сделать внутренним И сделать замену переменных Смотрите какую Сказать, что альфа-1 Это есть альфа умножить на x1 Альфа-2 это есть альфа умножить на x2 Вот это альфа А x1 это новая переменная вместо альфа-1 Альфа-1, x2 это новая переменная вместо альфа-2 Вот, давайте поглядим, что у нас получится С вами такой замене Да, вот эти интегралы у нас уже будут Уже будут по x, да? Ити тоже от нуля до бесконечности Они пока что Ну, то есть dx1, dxn, да? dx1, dxn И от каждой замены у вас выскочит еще альфа Но альфа, пока ее не пишите Потому что нужно интеграл сначала написать по d-альфа То есть интеграл по альфа От умения до бесконечности d-альфа Вот, а теперь пишите вот эти Значит, есть альфа в степени n Которая из дифференциалов, да, у нас возникла Дальше, у нас еще вот отсюда тоже альфа возникнет, да? Здесь от каждой у вас альфа, да? У него 1-1 Угу Хорошо Дельта функции еще у нас есть, да? Здесь тоже альфа выносим Будет альфа А здесь сумма иксов будет, правильно? Угу Здесь тоже альфа выносим общую Здесь остается Угу И от вот этих альф еще у нас иксы остались, да? Альфа мы вынесли, а иксы все остались Ну вот сюда вот их можете написать Ну да, отлично Вот это-то что такое будет? Это альфа в какой степени? Ну все сложится Ну и что будет? Ну здесь n единичек будет, значит, просто ню 1 плюс ню Да, ню 1 плюс ню Сумма всех ню Да Отлично Из дельта функции как мы альфу вытаскиваем? Альфа у нас поместится Как единицы на альфа пишите? Единицы на альфа и пи-дельта функции, которая осталась Угу Правильно? Потому что если икс больше единицы, то дельта функция просто не будет работать О, отлично И что у нас осталось? Глядите Вот теперь по альфу мы можем интеграл взять У нас альфа входит сюда, сюда, сюда и сюда Это интеграл вот такого же типа, правильно? То есть можем по альфу его проинтегрировать Ну, здесь напишите, что там Если вы по альфу проинтегрируете, что у вас будет? Результат интегрирования какой? Иксы можно писать до бесконечности, но я еще раз повторяю Вот у вас в силу дельта функции можно уже их не до бесконечности писать, а до единицы Поэтому можете здесь оставить бесконечность, можете единицу написать От нуля до единицы, да? От нуля до единицы Дальше дельта функция пошла Ну, вот это дельта функция Вот эти все иксы у нас пошли И интеграл по альфа что нам дает? Ну, он вот такого же типа, правильно? Такого же типа Ну, давайте напишем ответ для него То есть это что такое будет? Это будет гамма-функция, в числитель пойдет Можете ее сразу за интеграл вытащить От чего? От этого Угу Причем плюс 2? Ну, минус Вот видите, минус 1 здесь уже есть Вот здесь уже есть Вот это минус 1 А? Это просто от суммы? Да, просто от суммы Угу Да, вот так И что еще осталось? И все вот это пошло туда В знаменатель Ну, вот здесь напишите Так, что там Угу Из знаменателя у нас Возникла взвешенная сумма Всех первоначальных знаменателей Да? В суммарной степени Всех знаменателей В какой степени? Здесь же еще степень была Ну, сумма Сумма То есть это будет Ню 1 Плюс так далее Да, плюс Ню 1 Во Вот такая формула Вот это и есть Общая формула Параметризации Феймана То есть нам удалось Произведение знаменателей Запихать в сумму В сумму знаменателей Вот Если возникает вдруг Обратная задача Сумму В знаменателе Разбить в произведение То это процедура Меллина Барнса Да? Делает То есть это все Кому надо Посмотрите Давайте Простейшие случаи Напишем Допустим у нас есть Вот здесь Тем более понадобится Два знаменателя А и Б Как мы по этой формуле Собираем Давайте напишем Гамма от двойки Это единица Здесь гамма от единичек То есть просто будет единичка Ничего писать не надо Интеграл Под x1 Под x1 Под x2 Дельта функция В которой что стоит 1 минус x1 минус x2 Ага От этих у нас Ничего не будет Ага И все в какой стекле В квадрате Но дельта функция Можно проинтегрировать По x2 Или интегрировать Почему трону А x2 это что такое? 1 минус x1 Все в квадрате Да Вот мы собрали Знаменатель Давайте эту форму запомним Она нам понадобится То есть как мы делаем Знаменателю А Приписываем x1 Знаменателю Б Приписываем 1 минус x1 x1 с чертой Да И сразу пишем Вот такую форму Окей А если у вас есть А на Б В степени М То Вот это Еще один частный случай Как выглядит Давайте его тоже Быстро посмотрим Часто на практике Если у вас есть Несколько знаменателей Произведения знаменателей То можно Как? Можно пользоваться Общей формулой И сразу их собрать Да? А можно их Последовательно собрать Сначала собрать Первый, второй Потом то что получится С третьим Потом то что получится С четвертым И так далее Иногда это бывает Более удобно Чем сразу Собрать их По общей формуле Но это Зависит От задачи От того Какие знаменатели И так далее Да, то же самое Пишем Да Дальше Х1 у нас В какой степени Год? Единицы А x2 n-1 1 плюс n 1 плюс n Ну упрощаем Гамма функции На гамма функции Это чем ровно Гамма от 1 плюс x Это что такое? Это x на гамма от x Правильно? Поэтому здесь n останется А здесь Точно такой же Интеграл Как здесь Да? Не надо единицы Чего? Ага Кого удобнее здесь? По кому удобнее Проинтегрировать? По x1 По x1 Чтобы здесь Попроще стояло В степени n Тогда здесь будет x1 Это 1 минус x2 Вот такая формула То есть если кратко На этот знаменатель Мы взяли переменную x2 Тогда здесь будет переменная x2 С чертой И сразу написали Конечную формула Вот Вот это алгебра Алгебра знаменателя Она позволяет нам Собирать Либо все В один знаменатель И потом это интегрировать Либо скажем Первое альфа представление Позволяет собирать все В экспоненту И потом скажем Экспоненту интегрировать По импульсам Пользуясь Гауссовскими интегралами Хорошо Спасибо Гольдер Здесь вопросы есть По этой задаче Все понятно Такая техническая Задача Из области Матанализа В большей степени Следующая Вспомогательная задача Вторая задача Вторая задача Это Интегрирование Назовем ее Интегрирование До измерения Какая Типичная история Вот у нас есть Пропагаторы Мы их В полной амплитуде Собрали С помощью параметризации Феймана В один знаменатель Собрали Скажем По такой формуле У нас как раз здесь Два пропагатора Мы их собрали В один знаменатель А дальше нам Вот эти выражения Нужно интегрировать По петлевому импульсу Например Для Той диаграммы Которую мы будем считать Здесь у нас Есть импульс P Который не фиксирован Законом сохранения энергии В соответствии С правилами Феймана Мы по нему Должны проинтегрировать С мерой D4 Познай на 2-5-4 2-5-4 Вот это интегрирование Как вам говорили На лекциях Оно содержит Расходимости Почти Для Любой Петлевой диаграммы Которую вы напишите Эта расходимость Должна быть регуляризована Регуляризована Есть несколько способов Регуляризации Как вам говорили На лекциях Есть регуляризация Паули Виллерса Которая состоит в том Что вы вводите Очень тяжелые Очень в теорию Вводите руками Очень тяжелые частицы Которые у вас сокращают Амплитуду которых Вы вычитаете Из исходной амплитуды И тем самым Устраняете Ультрафиолетовые расходимости То есть такая регуляризация Паули Виллерса Есть другая регуляризация Это размерная регуляризация Когда вы вместо Говорите Что у вас размерность Не 4 А размерность Д Равная 4 Плюс 2 Эпсила То есть заменяете Вот это интегрирование И заменяете На интегрирование ДДП На 2Пи в 4 Иногда еще Для сохранения Общей размерности Здесь пишут Некий параметр В степени Д-4 Ну его можно писать Можно не писать Просто чтобы Размерность этого объекта Совпадала С размерностью Регуляризованного объекта Это так называемая Размерностная Регуляризация Мы и будем Сегодня Сегодня пользоваться Аксиоматически Если кто-то Хочет почитать Как она Вводится Аккуратно Определяя Что такое Интеграл По Дробным Размерностям Можете в книжке Коллинза Теории перенормировок Посмотреть В 4 главе Там все эти аксиомы Выписаны И их следствиями Мы сегодня будем Пользоваться Просто как Техническим инструментом Ну и есть еще Еще много Разных Типов регуляризации Например Импульсное обрезание То есть когда вы Вместо интегрирования По бесконечному Области импульсов Обрезаете область Евгклидовских импульсов До некого параметра Лямбда И потом этот параметр Лямбда Устремляете Устремляете к бесконечности Можно таким образом Сделать Расходящийся интеграл Сходящимся И так далее Главное что Во всех наблюдаемых Физических величинах У нас Все наши регуляризаторы Будь то эпсилон Лямбда Или масса Бесконечного Вот этого Вспомогательного Вспомогательной частицы В регуляризации Павлия Вилларса Они должны сокращаться То есть никаких Таких фиктивных Расходимости У нас В физической теории Быть не должно Должно происходить Такое сокращение Вот Свойство перенормируемости Теории Гарантирует вам Что такое сокращение Действительно происходит Для ультрафиолетовых Ультрафиолетовых Расходимости И это нужно Проследить Некую демонстрацию Это у нас И на семинаре Тоже будет Сегодня мы будем Работать В размерности Регуляризации То есть будем Считать Что у нас Импульсы Домерные Здесь у нас Домерие Можно писать Здесь 0 В степени Д-4 Можно его и не писать Это вопрос удобства Поэтому нам Нужно научиться Интегрировать По Домерным импульсам То есть Характерные Интегралы Которые у нас Будут возникать Они такого типа D-D-L Где L Это некий петлевой Импульс Здесь стоит 2π в степени D Оно обычно Из вот этой меры А здесь стоит L квадрат Минус дельта И все в степени Все в степени По процедуре По процедуре Параметризации Феймана Мы ее конкретизировать Здесь не будем Будем считать Что она Такая Такая Как надо Чтобы интеграл Существовал Вот посчитаем Посчитаем Этот интеграл Какие здесь Этапы есть Вам на лекциях Возможно Об этом Говорили Но я думаю Не лишним Еще раз Аккуратно Его посчитать Первый Первый этап Состоит В так называемом Виковском повороте Вот если я запишу Мой знаменатель Здесь стоит L0 В квадрате Минус L вектор В квадрате Минус дельта Да Тогда интеграл По Здесь вот Содержится интеграл По L0 Правильно Тогда в комплексной Плоскости L0 L0 Вот интеграл Первоначально Идет по Такому контуру А особенности Нашего интеграла Ну скажем Для простоты Пока пусть N будет целым Хотя это В дальнейшем Мы получим Общую формулу Где непринципиально Целое Н или не целое Если N целое То А полюс Где лежит То есть Есть два полюса Да Они где лежат Здесь 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 В какой четверти Полюса лежат Первая Вторая Третья Четвертая Да Здесь у нас Обычно Стоит Какая-то Прескрипция Да Которая Возникает Из первоначальных Из первоначальных Интегралов Да Из первоначальных Пропагаторов Первоначальных пропагаторов Стоит плюс и ноль Плюс и ноль То есть В зависимости от того Что у вас здесь стоит Плюс и ноль Или минус и ноль У вас и будет расположен Этот полюс Правильно? Ну вот Допустим У нас Мы берем Просто обычную Вот эту нашу диаграмму Ее считаем И у нас По Фейману Собираются Обычные пропагаторы С прескрипцией Плюс и ноль Можно даже Ее здесь Наверное написать Плюс и ноль Плюс и ноль Вот покоя я ее не написал У меня этот интеграл Вообще неопределен Вообще непонятно Что это такое Да? Как только я здесь написал Плюс и ноль Или минус и ноль Или в смысле Главного значения Все это уже определенная Величина И мы ее посчитаем Вот Написали сюда плюс и ноль Где полюс лежит В какой четверти Первая Вторая Треть Четвертая Ну в каких четвертях Второй Четвертый Правильно? Значит один полюс Лежит здесь Другой полюс Лежит здесь Вот этот полюс Нарисую Это корень Из Л квадрат Плюс дельта Минус и ноль Да? Вот за счет Вот этого Минус и ноль Он у нас Отместился вниз Что хорошо Что у нас Вот в этих четвертях Полюсов Никаких полюсов нету И мы можем Не меняя значение интеграла Повернуть контур Да? То есть повернуть контур Совершить так называемый Виковский поворот От этого значения интеграла Не изменится То есть теперь я Интегрирую уже Вместо ль ноль По вот этому контуру По вот этому контуру Интеграл равен Исходному интегралу Да? Тогда на этом контуре Я параметризую Ль ноль Говорю что это И И Да? Я по-моему Я себе говорю Но Ль ноль Евклидовская Ль ноль Евклидовская Вот В результате Мой интеграл Передет куда? Весь Знаменатель Перейдет в Минус Ль ноль Евклидовская В квадрате Минус Ль вектор В квадрате Минус Дельта Я это могу Написать Как минус Ль в квадрат Евклидовский То есть Четырех Вектор Евклидовский В квадрате Плюс Дельта Плюс Дельта Ну если угодно Минус И ноль За собой Пока можете Таскать Вот И Можем Переписать Чему равен Наш интеграл С учетом Вот этой замены Что у нас появилось У нас появилась Буква И От такой Замены В интеграле По Ль ноль Вот этот Минус Я его вынесу Из нижней скобки Поэтому будет Минус Единица В степени Н И останется Интеграл По Уже Демерному Демерному Евклидовскому Импульсу Демерный Евклидовский Импульс Здесь 2пи в четвертой А вот 2пи в степени Д Пардон Делить на Л В квадрате Плюс Дельта Плюс Дельта В степени Н Я предполагаю Сейчас Что Дельта У меня Определенного Знака Ну Пусть она Будет положительной Чтобы мы Могли Интеграл Считать Обычными Средствами Мат Анализа Для начала Дельта Больше Нуля Хотя Потом Мы можем Сделать Аналитическое Продолжение Туда Где Там Где Дельта Меньше Нуля Вот Такой Интеграл У нас Получился Давайте Его Вычислим Как Его Стандартно Вычисляют Но Мы Должны Перейти В Систему Сферическую Систему Координат То есть Написать Этот Интеграл Как Интеграл По Телесному Угу Интеграл По По Модулю Какая Здесь Степень Будет D-1 Так что Суммарная Степень Была D Правильно Здесь Будет Степень D-1 Знаменатель Зависит Только От Модуля Поэтому Вот Этот Интеграл Можно Взять Интеграл По Единичной Сфере По Ее Площади Чему Район Дальше 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 Смотанализа Помните Если не помните То Каждый раз Легко Восстановить Просто Написав Что Корень Из П Это Есть Интеграл По Dx1 Скажем От Е В степени Минус x1 В квадрате Да Если Вы Таких Интегралов Берете N штук N штук То У вас Возникает Интеграл По Dx2 Е В степени Минус x2 В квадрате Умножить И так Далее Интеграл По Dxn Е В степени Минус xn В квадрате Вот Такой Вот Интеграл Возникает А в нем Вы можете Перейти Теперь Снова В сферическую Систему Координат У вас Все Экспоненты Собираются В Е В степени Минус r Квадрате У вас Получается Интеграл По Dω N Здесь Интеграл От 0 до Бесконечности R В степени N Минус 1 Е В степени Минус r Квадрат D Стандартный Интеграл r Квадрат Заменяем На новую Переменную Тогда Здесь Будет Интеграл По D Омега N Здесь Будет 1 Вторая Из Замены Переменных r Квадрат Р Квадрат r Это Корень Из Y А dr Это Есть 1 Вторая Y В степени Минус 1 Вторая А Здесь У нас Возникнет Интеграл Типа Типа Гамма Функции Гамма Функции От Чего Мне Скажите Сами Еще из дифференциала у вас 1 2 степень уходит То есть что будет У вас есть дифференциала А? Да n Пополам То есть 1 2 Нет Вот r квадрат равен y Поэтому здесь вот стоит y в степени n пополам минус 1 2 Правильно? Ну и с дифференциала еще минус 1 2 идет То есть гамма функция от чего будет? От n пополам конечно От n пополам Ну все Переносите вот это в левую часть И получаете что ваша площадь единичной сферы Это есть Ну сюда сразу напишу Это есть 2 На π в степени π в степени d пополам На гамма функция d пополам Да У нас n это d Специально Разные буквы написал И остался Если интеграл я их спешу Остался интеграл от l e в степени d минус 1 d l e От чего-то От чего-то То есть интеграл от чего-то То есть мы можем переходом В новую систему Сферическую систему координат Проинтегрировать по всем углам Да Заработав такой множество Ну вот давайте Досчитаем Досчитаем интеграл Давайте Досчитайте То есть исходный интеграл сочетаем Аккуратно только Досчитаем Это можно написать как Как 4π в степени d пополам Обычно красиво Красиво так пишут 4π в степени d пополам И интеграл Какой-нибудь получился Ну можно Да Интеграл от нуля до бесконечности Да От нуля до бесконечности Ну давайте l e в квадрате За новую переменную Обозначим Можете Здесь уже писать Понятно что остался Интеграл типа Гамма функции Какой-то Гамма функции Ну здесь вот Пропишите Чтобы место Больше было Гамма функциональный Интеграл остался Да Давайте его посмотрим Гамма функции От d пополам Да Это у нас все Пока что еще Дальше По новой переменной y У вас От дифференциала Еще там что будет Одна вторая Да Здесь вот у вас Стоит опять y в степени d минус 1 Все пополам Да И еще Минус одна вторая Вот отсюда Из дифференциала Будет То есть будет y в степени d пополам Минус 1 На d y Да Вот такой вот Замечательный Интеграл Но Кто знает Бета функцию Мог бы сразу написать Чему он нравится Ну давайте Его Посчитаем Как там обычно считают Говорят что y на y плюс дельта Это Новая переменная t Тогда Чем эта замена удобна Что t будет меняться В каких пределах От нуля От нуля Когда y равен нулю И когда y равен бесконечности Это будет Единица От нуля до единицы То есть сразу Сведем Представление Бета функции Отсюда давайте Y найдем сначала Давайте еще У нас там y плюс дельта Еще есть Такую комбинацию Тоже найдем В принципе Чем дифференциал Вот У вас здесь Еще кстати Двойка была Вот эта двойка Вот эта двойка Здесь можно Одну вторую Уже не таскать Уже от нуля до единицы Давайте степени дельта Сначала все посчитаем Они у нас Выносятся Правильно Ну y еще нарисуйте Вот здесь Очень Отсюда удобно Написать Чему равен d y На d t d t Все Подставляем Это Ну Последовательно Подставляйте Вот у вас стоит y в какой-то степени Так Так Получается Так Угу Ука все Подставьте Д пополам 1 1 Зарегатель В степени Угу Да И d y Угу Да Хорошо Переписываем Степень Дельта Можно уже Все посчитать Степень Дельта Какая у нас будет В общем Это сразу по первоначальному интегралу Можно было сказать Какая она будет То есть у y размерность дельта Правильно Размерность дельта Д пополам Минус Угу Д пополам Минус Н Совершенно верно И остался только безразмерный интеграл От нуля до единицы С по dt Да По dt Т в степени Д пополам Минус 1 И 1 минус Т И 1 минус Т Считаем В какой степени Есть n Есть Т Это с минусом Еще Сейчас Н Угу Н Хорошо У нас d пополам Минус 1 dt Да Этот интеграл Это у нас Кто такой Это бета функция Чего Не не Там Если здесь минус 1 стоит То это x А это y То есть гамма функциональный интеграл Получился А это Через гамма функцию А это Его через гамма функцию Можно писать Да Бета от альфа бета Это есть Гамма от альфа На гамма от бета Поделить на гамма От суммы Да Внизу сумма Знаменатель суммы Правильно n минус d Отлично Ну видно вот что Гамма от d пополам И гамма от d пополам Сокращается Ну давайте Красиво Вот сюда Вот эту формулу Ответа запишем У нас как раз Стоит равенство Вот сюда вот ее Пишем Что у нас остается Остается минус Единица в степени n Которая взялась Из знаменателя После виковского Поворота От виковского Поворота Буква i Возникла Правильно Дальше Дельту Обычно Знаменатель Пишут люди Чтобы она в числителе Не болталась Потому что на первоначале От знаменателя Гамма функция От n Минус d пополам Дальше Здесь у нас 4p 4p в степени d пополам Которой От интегрирования По телесному углу Взялась Еще одна Гамма функция И дельта Дельта А Дельта В какой степени Дельта Можно сразу Сказать По размерности Но Если что Эта степень В точности Такая же Как весь аргумент Гамма функции Поэтому эту формулу Полностью легко запомнить Размерность дельта Вы сразу Можете написать Из исходного интеграла Здесь такая же Гамма функция Стоит Это виковский поворот Это виковский поворот Из интегрирования По телесному углу Вот такая замечательная Формула У нас с вами Получилась Давайте Остановимся На секунду Вопрос Какие-нибудь есть Потому как Мы ее получили Да Нужно было Поворачивать в другую сторону Возник бы знак Нет Ну как нет Ну какой был Какой был бы ответ Конечно Просто комплексно Я сопрягаю Вот эту величину Комплексно Здесь минус возникает И здесь минус возникает Да То есть просто Для минуса Можно было комплексно Сопрять Что же получить ответ Если дельта У вас вещественная Комбинация какая-то То сразу можете И для минуса Ответ получить Но наиболее интересен Ответ для плюса Потому что Еще раз повторяю У нас В пропагаторах Стоит плюс и ноль И когда мы их По фейману соберем У нас вот этот плюс и ноль Здесь и останется Он как был В первоначальных пропагаторах Так он и в собранном пропагаторе Вот Еще вопрос есть Это одна формула интегрирования Давайте Еще одну формулу интегрирования Получим Здесь уже получать Будет гораздо проще Если у вас Теперь в числителе Стоит В числителе стоит Ну давайте Вторую вот здесь вот напишу Она совсем простая Если в числителе стоит 2 пикси пени д А здесь стоит какой-то L мюн импульс И квадрат Лимус дельта То это равно Чему? Матоз производный Например А я следующую пишу формулу Вариантная относительно группа Лоренца Правильно? То есть весь интеграл Который есть вектор Он должен быть неким вектором Да? С одной стороны А с другой стороны Никаких векторов у вас нет У вас только скаляры здесь есть То есть Чему он должен быть? Если он с одной стороны Должен быть вектор Нулю конечно Это просто равно нулю Грав равен нулю Все наверное Просто исходя из Лоренца И инвариантности Потому что нету никаких Выделенных импульсов По которым мог бы направлен быть ответ Правильно? Окей Вот этот интеграл Как его считать? Вот этот посчитали Хотим этот посчитать Как его посчитаем? Хотелось бы как-то Принципом Наибольшей линии Минимального действия Конечно То есть мне написать сюда Минус дэн И свести его К вот этому интеграла Ну давайте Быстренько его посчитайте Здесь пока я с доски стираю То есть Третью формулу интегрирования получим У нас будет 4 формулы интегрирования Я его вовсе прошу запомнить Благо они все совсем простые Они нам будут Нужны И в конце этого семестра И в следующем Так Здесь все стираем Да Первый интеграл Пишем для 4π Все В степени d пополам Что? Гамма 1 тоже Дельта на 1 меньше Дельта тоже там Ага Что дели? Двойку Двойку? А какую двойку? Вот здесь вот двойка А двойка Помните Была двойка Она сократилась После замены интегрирования Когда вы сказали Что l квадрат равен y Там одна вторая была еще Так Минус Есть Есть Давайте вынесем Все лишнее Вносим Давайте Вот эту минус 1 степень А минус 1 Выносим И выносим И выносим 4π И выносим Давайте Вынесем Вот эту Гамма-функцию И вот эту Гамма-функцию Наружу Поделись На Гамма-т Ну и Дельта Дельта Сразу Правильная степень Степень дельта Вообще По размерности Восстанавливается Сходного интеграла Тогда От первого Слагаемого Возникает n От второго Интеграла Минус Правильно Мы вот этот Интеграл Должны Вот эту Гамма-функцию Привести К этой Здесь будет Минус Что Вот эту Гамма-функцию Мы представляем Как Гамма От Н-1 Н-1 Минус Д Пополам Умножить На Н-1 Минус Д Пополам Правильно Почему Почему Так Пополам Мы вынесли Вот эту Гамма-функцию Да На Н-1 На Н-1 Сократили Да Минус 1 А здесь вот вы вынесли У вас стояла гамма от n В числителе и гамма Поделить на гамма от n-1 Гамма от n это что такое? Гамма n-1 Умножить на что? На n Почему на n? На n-1 На n-1 Отсюда у вас не n А n-1 Сотрите там нормально От первой скопки осталось n-1 А d-1 Правильно Все лишнее там посокращалось Осталось n пополам Осталось n пополам Минус 1 И гамма здесь на 1 Меньше Да нормально Пишите n-d пополам Че вы эти индексы Не умел переводить n-d пополам Минус 1 И d пополам Еще Да Нож Не забываем Вот Отлично Такой ответ Получился Нам для него Только понадобилась Первая формула То есть В первой формуле Постарались И Дальше все получили И еще один интеграл Нам тоже Понадобится Так Я извиняюсь Я стирать все начал Здесь вопросов нет Здесь все понятно Что мы делали Ну трюк простой Минус дельта Плюс дельта И воспользовались Предыдущей формулой Дальше просто аккуратно С гамма функциями Надо работать Запомните Что Х на гамма От х Это есть гамма От х Плюс 1 Так В эту формуле Постоянно сегодня Пользую Такой интеграл Нашли с вами Такой нашли Теперь вот такой интеграл ddL На 2π в степени d А в числителе стоит Молодец Сюда ответ запишу Для этого А в числителе стоит Тензорная структура Lμ Lμ Поделить на L квадрат Минус дельта Плюс 0 Нет Вот такой вот интеграл Такого типа Конечно Совершенно верно Поскольку У нас Весь этот объект Весь этот интеграл Он Лоренцин вариантный У нас нет Выделенных векторов С одной стороны А с другой стороны Это тензор Значит второго ранга Значит единственный Лоренцин вариантный Тензор второго ранга Это Gменю Правильно То есть мы должны Lμ Lμ Мы заменяем на То есть весь интеграл Мы заменяем на что? Говорим что это есть А Умножить на Gменю Правильно? Сворачиваем Да Чтобы найти А Мы должны что сделать? Сознать в обчасти Gменю Совершенно верно Ну и напишите Чему это А равно А Можно все Это B Просто через интеграл Через интеграл Отверт квадрата Напишите Не четверка Да Не четверка У нас Дмерия Здесь тоже Нужно аккуратно Gменю Свернутый Gменю Это есть не 4 А D Сворачиваю Gменю Тогда здесь будет L квадрат А здесь Да Просто Единица на D На верхний интеграл Вот Отлично Давайте все лишнее Уберу здесь Чтоб оно Не болталось Не мешало То есть Вот у нас Получился Такой ответ Который Как мы Запомним Легко То есть Если мы под интегралом Вот такого типа Видим L-MU Л-MU Да То мы это L-MU 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 Просто заменяем На что Gменю Gменю L квадрат Поделить на размерность Правильно Просто Такой заменой Мы Этот интеграл Сводим К вот этому интегралу Правильно Ну все Это все интегралы Которые нам нужны Давайте их Еще раз Для красоты Полностью Напишу И Гамма функция L-1 Минус D Пополам Да Здесь 4P в степени D пополам Гамма от N И Бельта В той же самой степени L-1 Минус D пополам И не забываем Вот этот множник Д пополам Еще Вот все наши Все наши интегралы Которые нам Нужны будут При интегрировании По импульсам В этой задаче До конца До конца Семестра Вот Если здесь Что-то сложнее Стоит L-μ L-μ L-α L-β То как считать будем L-μ L-μ L-α L-β То есть Такой тензорный интеграл Уже с 4 Индексами Конечно Он просто сводится К Произведению Разных G G-меню На G Альфа Бета Плюс Симметричное Слагаем А в силу симметрии Все коэффициенты Одни и те же То есть Коэффициент будет общий Который можем найти Также свернув Его G-меню G-альфа Бета Правильно? То есть Если здесь Тензоры Высшего ранга Тоже никаких проблем Найти эти интегралы Нет Принципиальный Метод вычисления Тот же самый Основывается на том Что этот интеграл Он Лоренцин вариант Нету векторов Выделенных Если бы был Какой-то один Выделенный вектор Знаменателя То Здесь могла бы Появиться структура А на G-меню Плюс Б На П-мю П-ню Если бы здесь стояло Скажем L-P Знаменатель Все в квадрате Тогда могла Другая структура Появиться Типа По-мю По-ню Поскольку ее нет То остается Только Ж-меню Вот наш С вами Результат Для интеграла Ну и переходим К третьей Нашей задаче Третьей задаче Вычисления Поляризационного Оператора Поляризационный Оператор Поляризационный Оператор Поляризационный Оператор То есть мы будем Считать с вами Вот такую диаграмму И назовем ее I-P-меню От Q У нас втекает Игрус Q Есть два внешних Индекса Отвечающих Фотоном В чем мы с вами Убедимся К проечислению Во-первых Мы убедимся Что По меню С лекции Вы знаете Какая структура Тензорная У нее Из калибровочной Вариантности Точнее Из тоже Ворда Следует Что Здесь должен быть Поперечный Тензор В этом мы Прямо Явно С вами Убедимся То есть стоит Q-квадрат На G-меню Минус Q-мю К-ню А здесь Какая-то Скалярная Функция От Q-квадрата Вот эту функцию Мы с вами Найдем И убедимся Что такая Поперечная Поперечная Структура Присутствует Давайте Начнем Наше вычисление То есть P-меню От Q Равно Пишем По правилам Феймана Вклад Этой диаграммы Давайте Все множители Пока Аккуратно Знаки Чтобы знаки Не перепутать Значит у нас Минус ИЕ В двух вершинах Минус ИЕ Минус ИЕ Это что такое Гамма Откуда вы начинаете Отсюда 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 Хорошо Тогда двигаемся Против стрелки Да Знаете Я тогда Меню Подальше Нарисую Где нибудь Здесь И по меню По стрелке Течет Такой импульс Еще у нас Буквочка ИЕСТЬ И в пропагаторе Пришли в эту вершину Минус ИЕ Гамма Уже Ню А ню будет Да Пришли в эту вершину Дальше Пошли По верхнему пропагатору Просто по правилам Феймана Записываем Аплитуду Минус Вернулись назад Когда мы вернулись назад У нас все Гамма-матричные индексы Они у нас что? Они у нас замкнулись Этот индекс замкнулся на этот Значит что у нас будет Общее еще? А? Какое же меню? Почему же меню? Я говорю про индексы Вот этих гамма-матриц А, след След Будет след От всего След Трейс От всего Да От всего От всего От всего Угу Кроме этого У нас есть с вами Еще Импульс Не фиксированный Законом сохранения Интеграл Поэтому снаружи Будет стоять Интеграл По Д Нет Не 4 У нас с вами Ситуация такая Что приходится регуляризовать Этот интеграл Как мы увидим Поэтому Здесь стоит Д Размерность Д ДП На 2П в степени Д 2П в степени Д Сюда можно было Писать вот эту Мю в степени Д-4 Но я предлагаю Его не писать В конце мы все равно Его можем Всегда восстановить Так Чтобы ответ был Безразмерный Иногда Вот это Мю сюда пишут Иногда не пишут Еще что у нас есть И когда фермионная петля Присутствует в амплитуде Что еще Какое Какое правило Феймана Минус Еще дополнительный минус На каждую фермионную петлю Всегда Минус дополнительный Минус единица Минус единица Из фермионной петли Потому что у нас Фермионная петля Присутствует Вот Вот мы записали с вами Записали Матричный элемент Ну отлично Давайте теперь Последовательно будем действовать Что у нас есть Во-первых у нас есть след Во-вторых у нас есть знаменатели Ну с кого хотите Разбирательство начать Давайте со знаменателей Вон где-нибудь куда-нибудь сюда Идите Вот у нас есть два знаменателя Один и второй Какова наша стратегия Мы их соберем сейчас С помощью параметризации Феймана В один знаменатель В один знаменатель А потом по вот этим формулам Которые мы здесь вывели Мы проинтегрируем по импульсам И в результате у нас останется Интеграл только По параметрам Феймана Да Ну вот как обычно Вот Игдар уже частную формулу Такую получил Сюда у нас x Сюда у нас 1-x Да идет Единица на ab Вот у нас была формула То есть это есть Однократный интеграл Это все умножить на x Все в какой степени Суммарная степень Знаменателя Да В квадрате Ну что делаем Раскрываем скобки Раскрываем скобки И выделяем полный квадрат Ну Как обычно Раскрывайте Попробно Да Что замечательно Что перед p квадратом Обратите внимание Перед p квадратом Здесь стоит x А здесь стоит 1-x То есть перед p квадратом Перед петлевым импульсом У нас будет коэффициент Единичка Как бы хотелось бы 2x pen Ага Так Все остальное Тоже надо писать Перед массой Что будет Да Совершенно верно А здесь будет 1-2 Да Вот так Вот просто Вот так Полный квадрат Выделяем p минус q на x Все в квадрате И что останется Пишем А А Секричем А Секричем Надо потом На этом провести Да Минус m в квадрате Ага Отлично Переписываем исходный Да Это можно собрать Давайте Перепишем исходный Почему он у нас получился Интеграл от 0 до 1 по x То есть мы смогли собрать Наш Наши знаменатели в один знаменатель Да П минус x в квадрате А здесь Запишите в такой же формуле Минус дельта То есть минус вынесите Минус И скобочку открою Минус На скобочке будет Что там масса будет в квадрате Да И с q в квадрате Что у нас возникнет Перед q в квадрате Смотрите Стоит q в квадрат x Минус x в квадрате x на x чертой Да То есть будет x на x чертой Да Вот так Только знак Какой здесь будет Здесь какой знак Ну минус Здесь вот Минус будет Минус Да И вся эта радость Она у нас В фигурных скобках И в квадрате Отлично Переписываем наш Исходный Нашу амплитуду По меню Да Мы сейчас смотрим Давайте ее перепишем Упростив Все максимально Сначала Ну сначала Коэффициент Да Общий напишем Что у нас есть Вот эти И Е Минус Единица Все вместе Выносим Что получится Сейчас мы амплитуду Уже пишем Да По меню Останется Во первых Е квадрате Да Во вторых Общий знак Минус От фирменной петли Не вот Два пифся Не надо Потому что мы Потом будем Те формулы Применять Окей Значит у нас Стоит Интеграл Какой Интеграл Стоит Под x От того Что мы Собрали По фейману Наши знаменатели От нуля до единицы Да От нуля до единицы И интеграл По ДДП Давайте Напишем Знаменатель Для начала Знаменатель А вот это Наша Дельта Да Вот это Можно Можете даже Кратко написать Как дельта Пока что Дельта Здесь как раз Если мы За плюс и нулем Следим У нас же было Плюс и ноль Правильно? Плюс и ноль Здесь То Здесь вот у нас Плюс и ноль Он и останется Плюс и ноль Плюс и ноль То есть у нас Как раз Такого типа Такого типа Интеграла Возникнет Теперь Числитель Какой у нас Будет Здесь Довольно Просто Потому что Здесь след От 4 Либо от 4 Либо от 2 Гамма матриц Давайте его Сразу посчитаем Четверку Выносим наружу А в числителе Пишем След Какой у нас Получился Так Вначале от 4 Хорошо Да Вот они 4 такие Стрят Да Есть такой Просто на П Не Только не на Ку Наверное Да На П На П Скалярное Произведение Это Этих И еще Да Это мы Посчитали След от 4 Матриц А у нас Еще есть От 2 Правильно Где массы G-меню Да Вот Посчитали след Посмотрите Внимательно Правильно Все сделаем Почитали след Следующий шаг Это будет Интегрирование По L Что такое L Нам нужно сделать Замену переменных Вот мы здесь Не даром Квадрат выделяли Правильно Полный квадрат Давайте Да То есть Мы Вот эту переменную П-QX Обозначаем За L Давайте Я ее где-нибудь Здесь Подпишу П-QX Это есть L Тогда P У нас Это есть L Плюс X Что у нас Еще сюда Входит P-Q Входит P-Q Это что такое будет X чертой На Q Да Ну и все Подставляем Подставляем Не-не Давайте Переинтегрированием Сначала Все аккуратно Упростим Давайте Для начала Упростим Числитель Какой у нас Получится Вот здесь Отдельно Числитель Напишите А потом Уже будем Подставлять Формулы Интегрирования Смотрим Вот этот Числитель Давайте Я его В каких-нибудь Квадратных Квадратные Скобки Помещу Вот этот Числитель Квадратные Скобки L- Ага То есть Вот эти Потом Такого же Типа Сразу Собирайте Вместе Вот эти Берите И Перед G-меню У нас Есть структура G-меню За скобки Выносится Ага G-меню Перед G-меню Что у нас стоит Масса В квадрате Да И минус Вот это Скалярное Произведение Как есть Такого Напишите L- Ага Раскрываем Числитель Смотрим Что с числителем Произойдет Да Скобка Закрылась Раскрываем Скобки А какие у нас Какого типа Слагаемые Числители Которые импульс Не содержат Которые содержат Линейные По импульсу Комбинации И квадратичные Вот их Давайте напишем Сначала Те Которые Импульс Не содержат Где оно Откуда они у нас Возникают Например Отсюда Вот эта масса Да Пишем Отсюда еще Скаляры Да Они Не в точности Скаляры Они отель Не зависят Да Кумюк Сколько Таких Будет Кладов Два Да Потому что Отсюда Вклад И отсюда Он Силосимметричности По меню Удваивается Да Плюс Ж меню М квадрате Отсюда Будет Что Минус Минус Так Плюс Х Шестой На Ку В квадрате Да Еще есть Куски Которые От импульсов Не зависят Вроде Нету Да Окей Давайте Теперь Напишем Слагаемые Которые Квадратичные От импульсов Зависит От первых Двух Слагаемых У нас Идет Эльмю Эльню С двойкой Да Отсюда Минус Ж меню Здесь Есть Просто Квадрат Да Во Такая Штука Получилась Да Это квадратичные Слагаемые Ну и Напишем Давайте Для порядка Линейные Слагаемые Да Отсюда То же самое Замена ими на неё. Перепишите лучше. Или на x черты q. Да, вот так вот. Вот. Дальше мы будем это всё интегрировать по импульсу L. Что мы можем сказать про линейные слагаемые? Да, то, что в силу нашей второй формулы интеграл по L от них 0. Кроме того, обращаю ваше внимание, просто как некий такой забавный приём, это 0 ещё по одной причине. Глядите внимательно. Вот у вас везде выделяется, ну, скажем, если я возьму вот это слагаемое, здесь стоит Lμqν. У меня такая ещё есть. Вот она. Вот она. Lμqν, да? Перед ними собралось коэффициент x минус x чертой. Правильно? Перед вот этими собралось коэффициент x минус x чертой. Перед скалярным произведением L на q собралось x минус x чертой. Правильно? Смотрим на интеграл по x. Знаменатель, вот этот дельта, он у нас, надо его, наверное, куда-то написать. Дельта. Дельта. Это было минус x x чертой q квадрат плюс m квадрат. Правильно? Минус x. Это наша дельта. Он симметричен по x и x чертой. Симметричен. А числитель получился линеен по x и x чертой и антисимметричен. Замена x на x чертой, да? Следовательно, весь интеграл даже до интегрирования по L, до интегрирования по L, у вас весь интеграл зануляется всего того, что у вас здесь стоит x минус x чертой. Вы делаете замену переменной x на x чертой. Знаменатель переходит в себя, а числитель перешел в минус себя. То есть интеграл перешел в минус себя. Значит, этот интеграл просто равен нулю. То есть у вас линейные слагаемые даже по двум причинам вылетают. И интеграл по x от них 0, и интеграл по L от них 0 всего Лоренсон-вариантности. Давайте перепишем наш ответ, который у нас получился уже через интеграл по L. А в числителе оставим только независимый от L слагаемый и квадратичный. А квадратичным слагаемым, вот смотрите, L-MU и L-NU мы заменим на G-Menu, как мы уже с вами выяснили, что можно делать. Да, это сюда не надо. Тряпку возьмите нормально. По L, да, у нас теперь интегрирование здесь? А. То есть мы сделали замену переменных, у нас теперь здесь L стоит. Да, в числителе оставляем линейные слагаемые, но уж перепишите их. Минус 2хх чертой ку-ми ку-ню. Минус 2хх чертой ку-ми ку-ню. Это просто пока перерисуйте, потом интеграл поставите. Ку-ми ку-ню. Плюс G-Menu умножить на M в квадрате плюс хх чертой ку в квадрате. А для вот этих слагаемых мы сразу воспользуемся нашим приемом. Приемом L-Menu заменим на G-Menu L-квадрате делить на D. То есть G-Menu плюс G-Menu L-квадрате выносим сразу за скобки. G-Menu на L-квадрате. Остается что? Отсюда что остается? 2 делить на D. Отсюда минус 1. Минус 1. Да. И наш знаменатель. Минус дельта. У нас импульс Минковского, поэтому он с однокурсами не сдаетесь. Да, вот такое выражение у нас с вами получилось. Все, оно полностью готово к тому, чтобы его проинтегрировать по импульсам. То есть сейчас мы будем просто аккуратно подставлять наши вот эти формулы интегрирования. Вот эту формулу мы уже воспользовались, я ее сотру. То есть у нас нужно воспользоваться этой и этой формулами. Давайте переписываем. Одно. Всякие минус 1. Да, ага, минус 4P. Интеграл по DX выносим. Да, наружу. А M у нас чему равно? Двойки. Двойки, да? Значит, одна I. I вылезет от Виковского поворота, да? 4P в степени D пополам тоже вылезет. Здесь везде гамма-функция 2, это единица, мы ее писать не будем, да? Ну, а давайте открываем скобку и начинаем писать вклады наши. Значит, первый скаляр. Первый скаляр, да, то есть вот этой формулой, по-моему, M равно 2 у нас. Да, и это все, всю эту комбинацию. Ну, умножаем на что? Так, и дельта. Угу. А, 2, 1. Дельта у нас есть в номинации, да? 2 минус D пополам, ага, отлично. Следующий вклад. Он у нас со знаком минус будет, да? Минус за счет вот этой минус единички. Рисуем гамма-функции сначала. Гамма-функция. 1 минус D пополам. Умножить, смотрите, у нас D пополам умножается на вот эту скобку. Что здесь останется, если на D пополам умножить? Умножить. 1 минус D пополам, ну, умножьте. 1 минус D пополам. Да, хорошо. Давайте так запишем. Здесь напишем дельта вот в такой же степени. 2 минус D пополам. А в числитель нарисуем дельту. Просто тождественное преобразование, да? 2 минус D пополам, а в числитель дельта. Но явно напишите, чему она равна. Угу. Принесаем квадрат. Угу. Кубочка закрылась. И еще G-Mio стояла перед всем. G-Mio. Во. Нет, квадрата уже нет никакого. А. По нему проинтегрировали. Да, проинтегрировали. Все, закрывается вот эта вот большая круглая скобка. Остальные смотрите, так у вас получилось. Мы D пополам сразу умножили на скобку 2 делит на D минус 1. Угу. Окей. Переписываем это все. Равно. 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 Давайте подставляем. Минус 4, E квадрат через альфа напишем. То есть это 4P альфа. То есть минус 4 умножить на 4P альфа. Да, здесь стоит 1 минус дельта, но мы одну дельту написали сюда и здесь на единичку большую. Зачем мы это сделали? Просто чтобы вот эти два вклада собрать вместе. К общему знаменателю их привести. Так, ну давайте так напишем. D у нас это что такое? 4 плюс 2 ε, правильно? Поэтому здесь у нас D у нас везде равно D. Это есть 4 плюс 2 ε. Иногда берут минус 2 ε, это не принципиально. Давайте договоримся раз навсегда, что в семинарах у нас плюс 2 ε. Когда здесь стоит 2 плюс... Так вот тут у нас не важно. А кто-то вам сказал, что это не важно. Пока что мы все точно аккуратно считаем. Пока важно. Здесь стоит 2 плюс ε, да. От 0 до 1 интеграл. Под dx. Дальше. Стоит впереди дельта в степени какой? D пополам минус 2, если в числителе ее написать. D пополам минус 2, это что такое? Dp, напишите, как оно вам. Дальше. Так. Пишите. Дальше. Дальше. В степени ε, да, совершенно верно. Дальше. Гамма-функции. Обратите внимание. Гамма от 1 минус D пополам умножить на 1 минус D пополам. Это что такое? Да, это вот эта гамма-функция. Мы ее можем наружу сразу написать. Гамма от чего это будет? От минус ε, да. Гамма от минус ε, совершенно верно. Минус ε. И открываем скобку. Скобки осталось что? Вот эта штука минус вот эта штука в же меню. Ну, аккуратно все собираем. Продолжение следует. Здесь скобочки сразу раскрывайте. У нас их считают только в квадрате. Ага. Живок. Минус n квадрат, да. Ага. Что мы видим? Мы видим, что массы уничтожились. И 2х с их чертой выносится. И возникает... Смотрите внимательно. У нас масса ушла, да? Масса ушла. 2 умноженное х с их чертой наружу вынеслось. Правильно? А все, что осталось в этой скобке... Ну, давайте напишите вот здесь вот это. То есть, 2х с их чертой наружу выносим. Угу. А осталась ровно поперечная структура, да? В точности вот такая структура, как здесь стоит. То есть, мы с вами доказали, что пока что на 1-петлевом приближении, доказали, что поляризационный оператор, он поперечен. Просто явной проверкой доказали. Ну, а давайте сразу напишем ответ для вот этого P. Значит, P получается каким образом? Вы здесь букву И, кстати, куда дели? И. Она и здесь была. Угу. Вот давайте ответ для P запишем. Для P. Для P. P от Q в квадрате. P от Q в квадрате, что нужно сделать? Выделить И в этом выражении, выделить поперечную структуру. Смотрим сюда. У нас стоит... Во-первых, вот эта двойка. Сейчас с двойками разберемся сначала. Двойка, четверка, четверка. А здесь вот эту двойку возьмем, пока без записи она, да? То есть, здесь будет 16 делить на P в квадрате, а вверху 32P возникает, да? То есть, будет что? 2, 2 альфа, 2 альфа делить на P, да? Останется знак. А мы вынесли, вот у нас ровно так, как здесь. Здесь минуса дополнительного не возникает. Поперечная структура вот такая же здесь, да? Минус. И пишем все, что от ε осталось. Гамма-функцию от минус ε тоже можно наружу вынести. Гамма от минус ε наружу выносим. Выносим. Значит, у нас что осталось? Еще 4P в степени минус ε. Ну, я его не сюда хочу, ну ладно. Ну, хорошо, пишите. 4P в степени ε. Окей, интеграл по dx. Что там? x, x чертой, вот эти. И вот эта скобка. Ну, аккуратно. m квадрат там, да, степень? m квадрат в степени ε. Да. Вот так вот получилось. Где у нас сингулярность с вами содержится? Здесь. Да, гамма от минус ε. Если ε стремится к нулю, то гамма от минус ε ведет себя как единица на минус ε при ε к нулю. Правильно? Давайте числитель и знаменатель умножим на минус ε. Я прямо здесь это сделал, а вы в тетрадке перепишите. Если я на минус ε числитель и знаменатель умножим, то здесь у меня возникнет минус ε, да, а в числителе возникнет гамма от чего? От 1 минус ε, правильно? От 1 минус ε. А минус ушел, правильно? Минус ушел. Потому что я на минус ε умножил числитель и знаменатель. Вот так. Теперь мы можем написать разложение это по ε. разложение по ε. Если писать это каким образом? Разняется. Там 2 α делить на π я наружу вынесу. А здесь пишем разложение по ε. Главный член разложения по ε возникает... Главное, вот перед единицей на ε, что у нас будет? Так, там формула у этого. То есть... Какая формула? Здесь просто в остальных всех слагаемых ε равный 0 должен положить. Отсюда у меня будет единица. Отсюда, если я всего 0 положу, тоже единица. Отсюда, из интеграла. Получится 1,2, минус 1,3. Да, это... Это 1,6. Вы можете ее в спуске написать. 1,6. 1,6. Плюс. Это сингулярный член. Это бесконечность. Прямо в нашей петле в львом учислении содержится вот эта бесконечность. Следующий член разложения. Смотрим. Следующий член разложения откуда берется? Если я, скажем, раскладываю вот эти 4π по ε, а везде в остальных местах ε равный 0 полагаю. Раскладываю гамма-функции по ε, а в остальных местах ε на 0 полагаю. Раскладываю скобку по ε. Если у меня есть а в степени ε, то чему это равно при малых ε? Разложение какое? Это есть е в степени ε логарифм а, то есть это есть единичка, да, плюс ε логарифм а, плюс ε в квадрате логарифм в квадрате пополам, да, плюс и так далее, правильно? А вот нас вот этот член сейчас интересует, потому что он сократится с главной сингулярностью. Тогда у нас какие вклады здесь будут? От 4π что у нас останется? Было минус и все. Тогда минус логарифм 4π, да. Было такое, в скобочках, вы говорите. Да нет, логарифм. Плюс-минус. Отсюда нашли разложение. Гамма-функция у нас как раскладывается? Гамма от 1 минус ε. Это есть гамма от 1, это есть единица, плюс-минус производная в единице. Производная в единице это минус гамма Эйлера. Константа такая, мы с ней уже встречались, помните? То есть будет плюс гамма Эйлера умножить на ε. Это некое число, некая константа. Минус 0,57 и так далее. По знаком плюс. Плюс так далее. То есть тогда что у нас возникнет? Плюс гамма Эйлера. Плюс гамма Эйлера. Вот оно с ε сократилось, а дало плюс гамма Эйлера. Теперь вот этот вклад остался. Наиболее интересный вклад. То есть это будет интеграл, да? Точно так же вот этой формулой пользуемся. А в степени ε мы предлагаем. Логарифм, да. Плюс интеграл. dx, x с чертой. Логарифм. Плюс давайте за собой таскать, что у нас здесь было. Минус и ноль там еще было. Пусть будет пока. Минус и ноль. Что еще раз? Да, 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 правильно, совершенно верно. Спасибо, Рон. Да, одну шестую можно тогда вынести. Да, вот давайте так не будем делать. Потому что одну шестую вот здесь вот вынесите просто. Здесь будет единица на ε минус. Единица на ε. Вот так. Ага, хорошо. И гамма Эйлера тоже, да. Да, да, да. Совершенно верно. Одну шестую у нас снаружи стоит. Вот такое выражение. Такое выражение у нас получилось. Что мы видим? Во-первых, что здесь есть единица на ε. То есть это расходящаяся величина. Давайте вместо этой величины рассмотрим вот такую величину. Я ее назову П от К в квадрате. Это есть П от К в квадрате минус П от нуля. Это перенормированный поляризационный оператор. Чему это будет равно? Давайте напишем. У нас все, что от К в квадрате не зависит, все уйдет. Правильно? То есть сократятся все расходимости, сократятся все вот эти трансцендентные константы. Правильно? И останется просто отношение, останется интеграл 2α на π, интеграл под x. x с чертой еще стоит, там впереди. x с чертой. И логарифм. Плюс, напишите, как есть, поделить на m в квадрате. На m в квадрате. Ага. Ну, плюс, а, минус и ноль. Ага. Да, вот так вот, такая величина. А что я хочу сказать? Вот на следующем, на следующем семинаре, в пятницу, давайте встретимся с вами еще раз. Мы с вами увидим, что именно эта величина имеет физический смысл. Да, она уже конечная, то есть я все расходимости вычислил. Мы просто покажем явно, что именно эта величина, она важна. То есть для перенормировки заряда, для бега, константы связи. А сейчас просто пока формально. Формально мы что сделали? Взяли и убрали вот эти расходимости. Единицы на епсилон, 4π и гамма епсилон. Руками взяли и выкинули. Когда рассмотрели вот эту разность. Когда рассмотрели... А? А он ничем, на самом деле, он ничем не плох. Вот они, эти трансцендентные числа, которые никакого отношения к бегу константы связи, они не имеют. К бегу константы связи будет иметь вот отношение такая разность. Мы это увидим прямо явно. Сейчас давайте закончим аналитическую часть. Давайте последнее, что мы сделаем на оставшиеся 5 минут. Рассмотрим предел. Пусть у нас предел. Минус Q квадрат, пусть у нас будет много больше, чем M в квадрате. M в квадрате. Тогда мы сможем несколько упростить наш PR. PR от Q в квадрате, тогда чему равен? Давайте, упрощаем. Ну, а то, что здесь исходит на 0 и 0, то есть... Ммм? Нет, не важно. Сейчас поймем, почему не важно. Нельзя пренебрегать вот этим слагаемым по сравнению с этим. В какой? В области, где X, X чертой малы. Правильно? Казалось бы. Но в этой области у вас вот этот множитель, все, весь логарифм давит, и никаких проблем нет. То есть остается логарифм. Давайте его распишем как сумму логарифмов. Потому что один из них от X будет зависеть, а другой не будет зависеть. То есть останется логарифм с плюсом X, X чертой. Мы будем считать, что величина... Смотрите, как я написал. Минус Q квадрат на M квадрат много больше единицы. То есть вот эта величина, она у нас положительная. Минус Q квадрат у нас положительная сейчас. Ой, нет, так не надо делать. Поделить на Q квадрат. Нам размерные величины, логарифм размерных величин не стоит рассматривать. У нас возникло вот это отношение большой параметра. Окей, ну все, можем посчитать все интегралы. Интеграл по X можем посчитать. Перед большим логарифмом, что у нас возникает для начала? Логарифм. Одна шестая, красава. Одна шестая, уже считали. Одна шестая. Угу. Ну вот этот интеграл, ну где-нибудь отдельно там, посчитайте. Давайте вот здесь вот я вместо освобожу, и вот здесь вот посчитайте, что там ответ записать. Ну логарифм произведения разбиваем на сумму. Да? Логарифм произведения – это сумма. А поскольку у нас интеграл симметричен относительно замены X на X чертой, то интеграл от X чертой с логарифмом будет такой же, как интеграл от X. То есть можно написать, что равно, напишите, интеграл, какой интеграл. Интеграл от нуля до единицы, до X до X чертой, логарифм X с X чертой, да? X с X чертой равно. То есть, во-первых, два интеграла, да? Мы пользуемся тем, что у нас вот это выражение симметрично относительно замены X на X чертой. Поэтому мы можем слагаемое логарифм X превратить в слагаемое с логарифмом X чертой, да? И наоборот. Ну так. Ну все, по частям его интегрируем. Вот это все у нас здесь. Что такое, дифференциал чего? Ну вот тут напишите, дифференциал от чего? То есть X минус X в квадрате. X в квадрате пополам минус X кубе на 3, да. Вот и пишем. И интегрируем по частям. Аккуратно. А мы можем ввести кое-то, не написано. Не надо ничего вводить. Проблем с интегрированием нигде нет. Ну у вас здесь ноль стоит. Да. То есть у нас неинтегральные слагаемые, они ушли, да? Неинтегральные слагаемые на нижнем пределе, это ушли за счет полинома, на верхнем пределе в единичке за счет логарифма, да? От нуля до единицы интеграл. Извините, давайте аккуратно рисовать будем. Так. Все. Да. То есть здесь будет минус 2 умножить на 1 четвертая, а здесь минус 6. Почему 6? А 9. А 9. Ага. Так, значит, получается все. Что это 10? Откуда 10? 9 минус 4 на 2. 5 на 2. Ну ладно, хорошо. 10. 36. Минус 5, 18. Да. Ага. Ну, сюда пишем минус 5,18. Минус 5,18. Одну шестую выносим по заскопке. Будет альфа на 3 пи на большой логарифм. Угу. Да. А здесь будет минус 5 каких? Минус 6. Минус 6. Минус 5 третьих. Минус 5 третьих. Да. Вот такое выражение. Да. То есть в пределе больших отрицательных q квадратов, а именно этот предел нам важен, когда мы смотрим бег константы связи, у нас получается явное выражение для вот этого перенормированного поляризационного оператора. Вот. На следующем занятии мы посмотрим, как вот эта комбинация входит в константу связи. Это во-первых. Во-вторых, рассмотрим мнимую часть поляризационного оператора. И рассмотрим, как получить наш ответ для поляризационного оператора из правила подкоскова. Это вот мы на следующем семинаре сделаем. А на сегодня, на сегодня все.